Общее между Великим Христианским Праздником и Островом Пасхи – только название. Остров был открыт голландским путешественникам в пасхальное воскресенье 1722 года. Несмотря на свои крохотные размеры, этот остров имеет много достопримечательностей и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Группа забайкальских туристов «Гоу-байк» во время путешествия по Южной Америке три дня провела на острове Пасхи. Своими яркими впечатлениями поделились путешественники с нашей съемочной группой. Идея отправиться в Южную Америку у забайкальских гобайкеров возникла очень давно. Еще со времен нашей юности, когда читали все жилерны «Детей капитана Гранта» и вообще вот эти слова такие загадочные, «Патагония», «Анды», «Кардельеры», «Ледники», «Вулканы» вот это все сконцентрировано на границе Чили и Боливии. Пасхогорье, но очень высоко, в чем-то похоже на Тибет, но тут, конечно, другая совсем картина. Вулканы, соленые озера, лагуны источные, в них там живут фламинго. Горные болезни, перепады температур, снег, раскаленное солнце. Ничто не смогло остановить туристов. После многокилометрового пути на велосипедах, проходившим через изумрудные лагуны, горячий бассейн, потухшие вулканы, гобайкеры отправились на остров Пасхи, известные во всем мире благодаря муаи, или каменным истуканам, одними из самых невероятных древних реликвий на Земле. Народ этого острова прославился тем, что по непонятным причинам, зачем, как и почему, длительное время делало из вулканического спрессованного пепла статую. И как бы у современников, скажем так, в 20 веке был вопрос вообще, могли ли это сделать люди, не были ли это инопланетяне, что они такие большие, тяжелые, а люди в острове Пасхи жили в каменном веке, не знали железа, не знали никаких механизмов. Каждая статуя монолитна, то есть вырезана из единого камня. Всего их было изготовлено около тысячи. Вес некоторых достигает 20 тонн, а высота более 6 метров. Одну статую в среднем делали 10 человек в течение года, а затем многотонные скульптуры расставляли по всему острову. Причина массового изготовления статуй неизвестна. По одной из версий, муаи могли представлять умерших предков, а также быть символами кланов. Каменные стуканы – не единственная особенность острова, местное название которого – Рапануи. Это самая отдаленная, заселенная часть вообще земли, если на запад, откуда начинается, с Японии, с Вонсен. И двигается на острове Пасхи, и все, дальше людей уже нет. 3700 от Танакирика. Ну и вода, как в рекламе Балан. Очень чистая, чистая. Чистая, позрачная, красивая. На этом путешествия забайкальских габайкеров не заканчиваются. Но следующий маршрут путешествия пока остался тайной. Марина Кузнецова, Александр Власов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова